спускаемся по лестничному маршу вниз здесь можно увидеть соседей в будущем и помахать им рукой вот такая красивая труба прямо у двери не в каждом комфорт классе бизнес-классе друзья здесь алекс лифт обратите внимание но очень круто смотрится но были ну хотя бы в белый покрасьте цвет как будто из мрамора смотрится достойно приятно фасад смотрится четко красиво друзья добрый день я андрей артемов жилой комплекс браунхаус расположен в новом девяткино между главной улице и улице энергетиков новая девяткино это город в севоложском районе ленинградской области и здесь областная прописка но если это для вас важно для меня лично важно чтобы нравился дом и хотелось возвращаться домой жилой дом возвели в обжитом районе здесь все друзья в шаговой доступности рядом даже гипермаркет лента но я считаю что в ленте достаточно высокие цены на продукты хотя большой и широкий ассортимент дом панельный в 9 этажей 96 квартир и 14 машина мест на открытой парковке я полагаю когда в доме 96 квартир но соседи в лицо знать будете точно теперь поговорим про конструктив здания фундамент монолитный толщина его 50 сантиметров фасадные стены трехслойные внутри панелей утеплитель в 15 сантиметров толщиной а общая толщина стены фасадной 31 сантиметр плиты перекрытия пустотелые выдаваться два сантиметра толщину стены к соседям из бетонных плит 18 сантиметров толщину стены из ванных комнат из паза гребневых плит застройщиком жилого дома выступает специализированный застройщик черника у которого один сданный дом построенный по федеральному закону номер 214 о котором я сейчас вам рассказываю портфеле застройщика есть изданный объект в щеглово это ленинградская область рядом с севоложском жилой комплекс называется дом с фонтаном но фонтана к сожалению нет следующий проект у застройщика будет называться brown house family будет возводиться в этом же районе согласно данных из единого реестра юридических лиц у застройщика уставной капитал 10 тысяч рублей но самое интересное друзья что ген подрядной организации здесь выступал лена рустрой который мы хорошо с вами знаем по проекту новая горелого один из правильных показателей качества жизни в комплексе где даже для удобства жителей есть своя почта россии домашний уютный комплекс вот это крутые качели большие кухни-гостиные и уже есть отделка тут уже все в комплекте здесь застройщик думал о том что будут делать люди очень здесь приятно даже знаете уходить отсюда не хочется разный цвет смотрится очень дорого смотрите какая классная штука есть вот только похвалил застройщика со скрипом открывается дверь лучше вложение денег новое горелого квартиры в доме brown house представлены от студии до трехкомнатных квартир и передается застройщиком в черновой отделке на момент съемки видео однокомнатную квартиру можно приобрести от 5 миллионов 300 тысяч рублей на вторичном рынке можно приобрести однокомнатную квартиру с чистовой отделкой частично мебелью и техникой дешевле чем в brown house но друзья фасад здания входные группы будут отличаться в меньшую сторону входная дверь в эту многоэтажную панельку построена с российскими строителями почтовые ящики но внешний вид такой знаете вот реально хочется взять сходить в магазин купить бутылку водки просто нажираться согласно данных квартирографии студии однокомнатные квартиры займут почти 67 процентов от общего числа квартир двухкомнатные квартиры 25 процентов и трехкомнатные квартиры 8 процентов согласно разрешения на ввод в эксплуатацию здания его сдали 17 августа 2022 года а застройщик уже начал выдавать ключи своим покупателям 6 детских садов и одна школа в шаговой доступности согласно официальных данных соцобъектов вакантных мест нет но я это прекрасно понимаю ведь сейчас начало сентября и это неудивительно рядом возводит большое количество новостроек из интересных проектов я бы отметил заречный парк от застройщика пик там однокомнатную квартиру можно приобрести от 4 миллионов 300 тысяч рублей с подчистовой отделки но дома до 24 этажей камерности там нет красивый человек браунхаус действует ипотека 01 процента годовых но как мы с вами знаем друзья бесплатного сыра в мышеловке не бывает при ставке однокомнатной квартиры в 01 процента ее стоимость будет составлять чуть более 7 миллионов 130 тысяч рублей а было чуть более 5 миллионов 300 тысяч рублей то есть увеличение стоимости квартиры будет 1 миллион 800 тысяч рублей но зато ежемесячный платеж по ипотеке составит чуть более 17 тысяч рублей в месяц согласно проектной декларации застройщика должно быть неплохое зеленение трава кустарник и деревья идемте смотреть вот территория дома обратите внимание что он конечно смотрится намного интереснее чем давно сданные соседние дома они такие знаете уже немножечко унылые от времени цвета считая хорошо подобраны входные группы в уровень землей входная группа видим скамейку видим урну видим вела парковку а пока я вижу траву не вижу никакого здесь кустарника только то что вот здесь уже данным давно растет напротив находится гипермаркет лента и здесь конечно него большая парковка где я полагаю паркуются жители потому что вот здесь да где есть парковка вне территории комплекса уже все практически заставлено машинами а сейчас нас друзья только 14 часов но также не забывайте что по главной улице достаточно плотное движение автомобилей пройдем дом по кругу потом зайдем посмотрим что внутри мне здесь нравится что по периметру мы с вами видим не асфальт а мы видим брусчатку это классное решение классных эффективности бы высокий это я тоже считаю плюс ну внешний вид дома достаточно красивый впереди как раз с вами видим детскую площадку небольшое ограждение сейчас все с вами внимательно послом мне кстати нравится какая выглядит освещение дворовое то есть достаточно такие интересные светильные приборы он видно уже косят траву но вот сама территория здесь она совсем небольшая но что-то я здесь не вижу деревьев и кустарников а слушайте друзья прошу прощения одна елка дворовая территория небольшой дом но обратите внимание что здесь достаточно неплохо постарался сделать застройщик для своих жителей место есть для отдыха такая небольшая спортивная площадка есть где посидеть взрослым вот такая крутилочки прям как моего де из моего детства но огорожено вот все таким небольшим забором ну вот здесь этот забор я считаю смотрится достаточно неплохо потому что когда у вас маленькие дети чтобы он не убежал если вдруг вы там засмотрели свой новый телефон он упрется прямо в этот забор а надо вот эти из деревьев я пока вижу одну елку больше не вижу ничего но зато управляющая компания уже косит газон сушите ничего так достаточно интересно можно порисовать молодцы здесь мы с вами видим зону отдыха для взрослых можно поиграть шашки шахматы что тоже считает достаточно большой плюс входная группа в уровень землей дом здесь 1 подъездной современная система из недорогих допуска тут закрыта прием их сухой сушить очень красиво сделано крепление бы только спрятали было бы еще лучше вот принципе друзья вся территория дома и вокруг уже все за струн то есть вот здесь рядом уже ничего не построит зато классно что здесь есть такой свой променад небольшой которые разобрали и видите там что-то делают затопило что там видите то есть где вечером прогуляться кто бы кстати что не говорил про мурина но здесь достаточно знаете такая своя специфическая атмосфера вот здесь например не такая плотная застройка и я соответственно считаю что здесь будет достаточно комфортно жить но и кто любит особенно поесть или немного тратить время на того то чтобы посетить продуктовый магазин есть лента торговый комплекс девяткина и здесь конечно еще есть различные магазины которые возможно подходит именно вам фасад смотрится четко красиво окна обратите внимание широкие окна внизу есть дополнительно увеличенные окна это здорово это на каждом этаже вот такие маленькие это в комнатках здесь очень интересное планировочное решение лично мне понравились идем смотреть входная группа она получается проходная здесь обратите внимание что все в уровень землей плитка уже есть управляющая компания парус мне не хватает например вот здесь если бы было бы чуть ниже уровня плитки такого небольшой при ямочек где лежит коврик и по которому вытираем ноги двери алюминиевые большое количество остекление и заходим с вами вовнутрь почтовые ящики красиво подобранные цвета смотрится достойно приятно но и небольшое количество соответственно квартир вот он другой выход который был закрыт управляющая компания такое ощущение что вот арсенал недвижимость вот я реально вижу их логотип здесь тоже видите тамбур наверху что-то такое наподобие грилята может быть это и есть грилята одна из ее разновидности и соответственно смотрится очень красиво светодиодные освещение мне нравится название комплекса на не за немецком языке или данный немецком на английском я не помню чтобы вот такая бланк буковку этажность дома первый этаж коммерческий смотрите вот она такая а это пластик здесь такое ощущение что знаете она как будто из мрамора слушать очень круто смотрится а лифт вот здесь еще не сняли пленочку она вообще серебристой должна быть есть указатель первый этаж можно также подняться наверх это мы сделаем с вами сверху заходим первое что обращу внимание он вот такой длинный и это очень удобно удобно это для тех кто сюда будет затаскивать при строительстве при ремонтах крупногабаритные товары длинномерно это здорово обратите внимание все зашили ну пока рекламы минимум сейчас только визитка зато есть камера но были ну хотя бы в белый покрасьте цвет были ну такое ощущение что я в строительном вагончике они в нормальном хорошем доме комфорт класс как его позиционирует застройщик друзья здесь алекс лифт обратите внимание ну очень круто смотрится никакого те щербинского сотис понятно уже у нас ушел едет тихо хорошо все четко настроено еще и разговаривает выходим 9 этаж квартира 85 налево 96 направо все понятно друзья не в каждом комфорт классе бизнес классе есть указатель этажности на каком именно этаже находится соответственно дом вот здесь можно подняться обратить внимание какая классная лестница нормально ограждающая конструкция смоется класса не как обычных застройщиков приходишь там первый второй этаж вот она будет такое а дальше просто они там делают линолеум то здесь можно подняться наверх и посмотреть открыто ли здесь выход на кровлю закрыто молодцы еще одна дверь и здесь у нас друзья квартиры коридор смотрится достаточно неплохо чисто красиво плитка причем коридор достаточно широкий здесь удобно будет мне кажется даже на 2 с двумя колясками можно будет разъехаться дверь от застройщика широкие два замка стандартная китайская ручка как у всех глазок нумерация квартир и звонки на моем любимом низком уровне это очень комфортно когда выходишь сразу видно что кто есть впереди это наши с вами друзья безопасность и также можно пройти на другую сторону посмотреть но здесь все тоже самое не считая вот этого изделия вот такая красивая труба прямо у двери труба сушите нормально то есть ну не знаю конечно могли бы как-то это спрятать зашить но уже к сожалению есть что есть но и соответственно когда будет открываться эта дверь то есть так не знаю откроется на досюда или будет прижимать тоже непонятно но основных претензий нет чистенько все красиво кирпич для лучшей шумоизоляции современные двухтарифные счетчики опять же можно было поровнее наклеить подписать это все потому что так конечно так себе смотрится но это скажем таки мои уже эстетические придирки спускаемся по лестнице что мне нравится нет дурацких этих переходных балконов площадки тоже у нас в плитке алюминиевые окна здесь окно открывается то есть можно проветрить видно что у нас во дворе такая ограждающая конструкция слушайте классно молодцы неплохой проект и хороший генподрядчик но из нюансов конечно хотелось бы чтобы они отшлифовали бетон смотрелось бы намного лучше и здесь сразу отмечу достаточно широкие лестничные маршин до себя не таки даже очень бы сказал широкий если пойдешь пешком то будет комфортно пройти мимо своего соседа надо вот видите труба видно народа самого низа идет сейчас мы с вами спустимся вот здесь есть тоже ограждающая конструкция перила за готовим вернее есть перил за который удобно держаться держится крепко смотрится тоже классно то есть молодцы сделали хорошо не стыдно будет сюда пригласить друзей показать в каком современном доме можно вжить в новом девятки на окно кстати открывается на каждом пролете лестничного марша молодцы сейчас мы с вами посмотрим студию в этом прекрасном доме входная дверь широкая то есть все же как я вам друзья говорил здорово кстати вот эта классная штука когда окна открывая чтобы ничего это не гудела то все закрыто есть началась заглушка большой плюс широкое полотно двери и двери такие сушки на первый взгляд достаточно нормальный в принципе я бы себе даже не менял бы для меня большой плюс что это все заводское вот обратите внимание вот она панель а это у нас домофон как я понимаю заведен интернет слабо . автоматы друзья это студии обратите внимание не каждый застройщик может похвастаться таким количеством автоматов обычно студии там два три ставят здесь все везде подписано тут тоже бетон наверху плиты стыки между плит зачеканены бетонным составом марки b25 а и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Балкон у нас примерно на метр двадцать, мне почему-то кажется. Сейчас мы измерим с вами, друзья. Да, метр двадцать у него ширина, глаз, как говорится, алмаз. Мне нравится, что здесь остекление, внизу здесь тоже остекление. Форточку не очень удобно открывать, потому что здесь есть вот такая несущая колонна. Держится крепко. Здесь можно увидеть соседей в будущем и помахать им рукой. Парковка, припарковал своего железного друга и можешь не переживать, периодически выглядывать в окно, кто переживает за свои машины. Ну а мы с вами пойдем, друзья, дальше. Коридор второго этажа. И вот здесь вот эту трубу пластиковую обернули серебристыми. И она, кстати, стала больше бросаться в глаза. Вот странно почему-то до второго этажа. То есть на втором этаже это есть, а выше этого нет. Как-то такая определенная специфика. Если второй этаж и выше вот этот уровень, как раз вот это место, оно закрыто куском подвесного потолка системы Армстром, то здесь, видите, вот так сделано красиво, смотрится прикольно. Спускаешься вниз и выходишь в холл. Можно, кстати, выйти либо во двор, там с одной, либо с другой стороны. Ну, большой плюс, широченные двери. Все сюда пройдет, можно даже спокойно занести в рояль. Слушайте, друзья, да, вот он, арсенал недвижимости, арсенал сервис. О, парус называется. Они будут обслуживать этот дом. Ну, надеюсь, будут обслуживать хорошо. Друзья, минус первый этаж. Во-первых, я вам скажу, что здесь везде сухо, нигде не видно влаги. Обратите внимание, что все в утеплителе. Утеплитель, полагаю, на клею и вот закреплен грибками. Спускаемся по лестничному маршу вниз и давайте смотреть. А здесь у людей кладовое помещение. Кстати, вот так же за сетками очень часто я видел кладовки на территории Финляндии. У всех замки, зашел, положил вещи и забыл. Если обратить внимание на прокладку инженерных коммуникаций, то тоже никаких-то вопросов определенных не возникает. Но единственное, конечно, что вот здесь людям с высокого роста придется нагибаться. Даже я со своим метр семьдесят пять немножечко пригнулся. Чисто. Свежий запах бетона. Слышно, как работает. Вентиляция – это большой плюс, считаю. Так. Это что-то здесь давно было. Ну, слушайте, все. Ничего такого пока не видно. Что-то здесь какое-то такое ощущение. А-а-а. С кранов, что ли, подтекло. Такое ощущение, что, да? Слушайте, все. Сухо, хорошо, в подвале. Ну, у людей уже вещи здесь лежат. Малывалка. Молодцы. А, ну да, вот где как раз краники, потому что нигде не видно, чтобы со стен текло. Как это очень часто бывает. Ох ты, а здесь, смотрите, прикольно. Осталась видна лишняя брусчатка. Она всегда пригодится. Тут тоже окно есть. Вот он, приямок. Самая низкая часть. И вот здесь я вижу, что первое. Здесь нигде нет того места, куда должна уходить вода. То есть она вот сюда попадает. А испаряется за счет внешней температуры. То есть зимой, если будет так же снежно, как прошлые две зимы, будет большое количество снега. Ну, вот здесь, конечно, видите, уже пошла ржавчина. Соответственно, нужно это исправить. Я бы, наверное, это бы специальным средством исправил, потом каким-нибудь гудроном залил бы, потому что краска, скорее всего, не спасет. И ТП. Закрыто. Так, давайте в другую сторону пройдем. Здесь есть где разгуляться. Кстати, вот здесь видна влага. Но это не похоже, друзья, на влагу из стены. Ощущение, что это когда проверяли трубы, подналилось или просто сюда затекло, потому что нигде не видно потеков, как это часто бывает. Вот здесь тоже, слушайте, скорее всего, мне кажется, она здесь стояла, когда еще стройка была, потому что вот он, уровень виден. Вот так здесь ходишь, и, в принципе, ничего такого не вижу. Ну да, вот здесь видно, скорее всего, с трубы. Потому что подвал-то такой большой, какой-нибудь спортзал можно сделать. Скину со всем жителям. Ну все, в принципе, смотрите, нечего, там темно, вообще ничего не видно. Для чего я все это, друзья, показываю? Для себя я уже давно отметил, что небольшие строительные компании, у которых один, два, там, три проекта, у них почему-то проекты недорогие, но при этом достаточно комфортные. Если возникают какие-то вопросы по гарантии, то это делается молниеносно. И вот к таким застройщикам лично я испытываю уважение. Я считаю, что данный дом достаточно хороший проект, он малоэтажный и сильно отличается от того, что здесь находится рядом. Выбор недвижимости это достаточно такой долгий, трудоемкий путь от выбора до приобретения. Поэтому к этому вопросу нужно подходить с умом. Друзья, рад был вас их видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, поделитесь ссылкой на это видео, а я с вами не прощаюсь и говорю до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...